Привет всем! Сегодня мы будем готовить домашнюю губку с фаршированной опятой с гречкой. Я уже мою тушку помыла, все ее разделала и сейчас мы ее промокнем бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю жидко. Вот таким вот образом. Для маринада я буду использовать сметану, соль, чеснок сушеный, перец черный и вино. Но приступим мариновать нашу губку. Возьмем соль. У меня здесь одна столовая ложка соли. Вы можете взять меньшую или большую по вашему вкусу. соль. И сейчас мы будем вытирать нашу птицу вот таким вот образом. Соль ее со всех сторон. чтобы она везде у нас просолилась. И внутри нужно все посолить, чтобы внутри все было тоже просолено. соль. Теперь мы возьмем черный молотый перец. И также обработаем нашу губку черным перцем. Натрем ее черным перцем молотым душистым. Кто-то любит перец побольше, кто-то поменьше. Все это по вкусу индивидуально. Я сильно не буду перчить, потому что у нас будет маленький ребеночек кушать нашу луточку. Так, все, промазали со всех сторон. Теперь мы возьмем лимон и вот так просто сбрызнем нашу губку лимонным соком. чтобы она у нас стала нежнее при жарке. Вот таким вот образом мы сейчас сбрызгиваем нашу птичку. Так, все, лимон мы обработали. Теперь берем сушеный чеснок. Можете взять свежий. Тут без разницы, на любви. Но я вот почему-то сушила его. И тоже вот так вот всю-всю тушечку нужно обмазать чесноком. Так она у нас будет мариноваться где-то часа два-три. Так, ну и возьмем нашу сметану, завершающую у нас этап. Это там. У меня здесь половина большой банки сметаны. 20% жирный. Вы можете взять 15 или 30 или 25. Как вам нравится. Прямо вот так берем и вот так вот смазываем нашу тушку. Внутри тоже все промазываем. Я это делаю на столе. Мне так удобнее. Потому что в любом случае она из тарелок будет выпрыгивать. И таким вот образом мы обмазываем нашу тушку. Сметана придаст мягкости нашей птице. И придаст сочности при приготовлении. И еще самое важное. Птице получится с зажаристой, такой, знаете, корочкой. Аппетитной и красивой. Так, ну все, замариновали. Будем ждать 3 часа. В том же масле, что мы обжаривали лук. В эту же маслу мы отправляем наши опята. Это свежемороженные опята. Они отварные. Это наши лесные грибы. Мы их сами собираем. Пока из них выпарится, скажи. Вы можете взять любые грибы абсолютно. И шампиньоны, и вешенки. Кому что нравится. Но у меня, вот в моем случае, это опята. Я считаю, это вкусные грибы. Причем они свойские, лесные. У них вообще вот прям аромат очень приятный. Даже я стою и жарю. Обалденно. Пахнет. Сейчас мы будем добавлять в грибы наш лук. Который мы уже заранее пассировали. Мы не отправляем его грибам. Ну, хорошо все перемешаем и немножко посолим. Кто любит перец, добавьте перец. Я перец добавлять не буду. Потом к этой смеси, когда мы будем начинять нашу луточку, мы будем добавлять гречку. Отваренную до полуготовности. Она у меня вот стоит уже, гречечка. Я отварила до полуготовности. И будем добавлять потом в грибы. Ну что, приступим. Будем начинать нашу луточку фаршировать. Я так столько грибов у меня получилось, да? И гречки. Я, наверное, все-таки сначала смешаю половинку гречки. Даже вот так вот где-то. И возьму порцию грибов. Потому что слишком много получилось начинки. Я думаю, что она просто не влезет в нашу луточку. Видите, как получается много. Вообще на глаз это все делается. Может быть, у кого-то утка больше. У кого-то, наоборот, меньше. То есть, чем больше утка, тем больше влезет начинка. Ну, будем попробовать запихнуть сюда этот сок. Вот так перемешаем все хорошо. Смажем нашу форму. У меня вот такая стеклянная форма антипригарная. Я ее немножечко смажу маслом, чтобы дно не пригорало. Я прям рукой смажу. Все равно сейчас сутку будем начинять руками. Так, берем нашу тушку и укладываем спинкой вниз. Вот таким образом. Чтобы наша начинка просто оттуда не выпала. И теперь приступим к поршированию. Берем ловочкой и начинаем вот так вот сюда утрамбовывать. Вот таким вот образом утрамбовываем нашу начинку. Я думаю, там места много внутри. Влезть, в принципе, должна вся наша вот эта начинка подготовленная. Потом в процессе приготовления я буду поливать маслом растопленным. Если у вас утка слишком жирная, то вы можете поливать просто водичкой. А я буду поливать. Она у меня не очень жирная. Видите, какая такая вот мисистая. Я буду поливать ее бульончиком. Я сегодня сварила бульон. Кстати, из потрошков этой же уточки. Очень наваривший вкусный бульон получился. Я буду поливать бульоном и буду поливать маслом. Я вам потом все это покажу, пока она будет у нас жариться в духовке. Духовки у всех разные. У меня стоит духовка на 190 градусов. Я не знаю, сколько времени она будет готовиться. Я думаю, что часа полтора – это как минимум. У всех духовки разные, поэтому, может быть, у вас она будет готовиться быстрее. А может быть, и медленнее. В общем, вот так вот мы засунули нашу туда начинку. Все вот так вот трамбуем. Вот так вот она у нас раздулась. Смотрите, как она у нас раздулась. Да, только как шарик раздулась. Но ничего, она сейчас начнет ужариваться, упариваться. Даже если начинка будет выпадать, это не страшно. Можно потом в процессе открыть духовку и, допустим, все это обратно ложкой сложить. Но я думаю, что она никуда не должна деться. Это у меня бульон, про который я вам только что говорила. Я сейчас немножечко вот сюда бульончик налью, чтобы у нас гречка с грибами получилась сочнее. И вот так в процессе приготовления можно будет немножечко подливать этот бульончик туда. Даже ничего страшного, если он немножечко вытекает. Вот это все, что осталось на тарелке, можно обмазать сверху вот так сметану наш маринад. Я думаю, что вреда не будет. Ну что, отправляем в духовку и ждем, что у нас получится с вами. Ну вот прошло полчаса с тех пор, как мы поставили нашу утку в духовку. Сейчас я ее вытащу. Совсем на чуть-чуть. Остаются румяные. Вот такая вот. Можно даже вот так жирком обдать. Она стала выделять жир. Можно вот сюда полить в начинку. Вот таким образом. И будем дальше выпекать нашу утку. Мне кажется, она бы вот с черносливом была бы очень вкусна, я так думаю. Если можно еще ее было нафаршировать черносливом. И орешками, например, многие делают. Мне кажется, тоже было бы интересно. И сейчас мы ее расправляем. Дальше попекаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...